2 ноября в администрации Владивостока начал свою работу круглосуточный колл-центр по вопросам, связанным с коронавирусом. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета. Все они вызвались работать добровольцами. Работа наших студентов направлена на помощь людям города в связи с тяжелой ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. В УЗИ была организована волонтерская работа, отобраны особо инициативные люди, с людьми проведены занятия по поводу знаний, касаемых COVID-19. Все наши студенты готовы помогать гражданам города Владивостока. Десятки звонков поступают ежедневно, работают с 8 утра и до 8 вечера, без выходных и праздников. Телефон не умолкает ни на минуту. Вопросы задают разные. Что делать, если появились симптомы коронавируса? Как узнать результаты анализа? В какую поликлинику можно обращаться? И многое другое. Бывают совсем нестандартные случаи, как на прошлой смене. К нам обратилась женщина в критическом состоянии. В нашем заведовании находится доступ к телефонам, таких как главврачей, медовкам, наиболее значимых лиц поликлиник и стационаров. И мы в кратчайшие сроки подосозвонились, решили вопрос, обратили внимание и помогли женщине. Я искренне считаю, что человек, который сбрал свою профессию и профессию врача, не может не обладать искренним и чутким сердцем. Поэтому, как многие ребята, мы пришли сюда помогать. У многих из волонтеров уже есть подобный опыт. Многие работали в колл-центрах и ранее. К работе относятся ответственно, ведь все понимают, что каждый звонок сейчас очень важен. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.